всем привет вот еще один обзор книг обзор книги паула каэлия вероника решает умереть несколько раз уже хотел записать обзор этой книги и вот что-то сейчас снова на меня нашло решил все-таки сделать небольшая книга паула каэлия как и в общем-то все его книги такая полная смысла жизни полная каких-то мыслей вообще о вопросе существования рассказывает о том как одна девушка молодая ну как наверное многие молодые люди молодые девушки решила покончить жизнь самоубийством ну что-то там все у него было грустно любви не было ну в общем она объелась таблеток снотворных и очнулась уже в больнице и и еле-еле откачали она поместили в такую психушку не психушку что-то вроде псих лечебницы для вот таких вот немножечко помешанных людей довольно сильно помешанных людей такой своеобразный мир вот она в нем чуть очутилась и оказалось что к сожалению из-за вот этого с большой дозы лекарства которое она приняла а ее сердце не выдержало и буквально там через несколько дней дней через десять она умрет несмотря на то что вот ее попытка ну скажем так удалась но не сразу и здесь ну впрочем это такая довольно избитая тема и можно было наверное с самого начала подумать и догадаться когда вот случилось то что она осталась в живых то что она вот пережила вот эту смерть заставила ее чувствовать по-другому заставила ценить ее жизнь она смотрит на мир этих сумасшедших полусумасшедших людей каких-то какой-то женщины которая прожила практически всю жизнь прожила ее несчастливой как-то и потихоньку сошла с ума а немного спятила только для того чтобы стать счастливой и она стала счастливой в этой лечебнице про людей которые в большинстве своем оказывается в принципе нормальными людьми просто они хотят быть сумасшедшими потому что им так лучше сходя с ума они становятся счастливыми они договариваются сами с собой они договариваются с теми несчастьями с теми невзгодами с теми моментами в жизни которые они не могут изменить именно из-за этого они сходят с ума она видит красоту мира она по-другому понимает что вся суета которая вокруг она не стоит не стоит того чтобы лишать себя жизни и буквально каждый день каждая минута каждая секунда дарит тебе счастье существования и открывает огромный мир в котором если не брать какие-то условности не брать суету вот тут загнанность нашей жизни то в принципе жить здорово она влюбляется влюбляется в одного тоже такого немножко пришибленного товарища из этого же дурдома ну вот они вместе гуляют они вместе решают сбежать оттуда и в принципе заканчивается то на том что все здорово я не помню на самом деле умрет она или не умрет в конце я давно читал эту книгу она произвела на меня очень большое впечатление мне захотелось жить мне захотелось жить еще сильнее а еще даже не быстрее еще насыщеннее еще в общем эта книга которая заставляет задуматься о многом эта книга о смысле о смысле жизни как я уже говорил у павла каэль и все книги о том что у каждого свой путь о том что надо жить надо жить радоваться каждому дню каждому моменту и если представить что ты завтра умрешь то ты умрешь через десять дней что ты мог бы умереть уже сейчас вот в эту секунду как как здорово становится жить многие люди даже если переживают какие-то такие моменты если даже сами себе придумывают такие моменты они как-то забывают потом о них и снова упускают и снова для них важно становится то что там на работе какие-то мелочные делишки шкурный интерес какого-то начальничка на работе становится их интересом нужно сделать там план выполнить какую-то там еще что-то какие-то еще дела не забывают о своих близких любимых о своих которым нужно просто может быть улыбнуться что-то купить лишний раз позвонить матери лишний раз там написать письмо другу узнать как у него дела если он находится где-то в каких-то местах откуда он не может выбраться есть огромное количество нищих людей которые в принципе счастливы есть куча богатых людей которые в погоне вот за этим богатством за какой-то какими-то такими вещами в итоге оказываются ни с чем то есть они оказываются богаты но без здоровья либо без друзей либо без еще каких-то без целей в жизни книга паула каэли как всегда она очень точно попадает в самое сердце и вот еще хотел сказать что наверное сейчас у меня такое немного состояние почему еще пришла на ум эта книга чтобы как-то взбодриться как-то става смотреть на мир по-другому всегда будут лично у меня всегда бывает так если я читаю или слушаю какую-то музыку вот такую который от которой хочется жить который появляется дополнительный смысл в жизни в таком настроить интересном настроении в таком настроении когда у тебя много энтузиазма к жизни его становится еще больше крылья твои как будто вырастают и ты летишь по жизни у тебя все получается все здорово а бывают такое мать такие моменты когда как-то не то чтобы грустно они интересно и не видишь смысла и тогда такие книги не помогают что ли ты вроде и понимаешь их но они как-то проходят мимо тебя или бывают такие музыка некоторые пример гражданской обороны я помню когда мне было особенно в таком юношеском возрасте там в 17 14 18 лет когда особо ну прямо хочется выйти на чем на луну из-за каких-то каких-то мыслей из-за чего-то там слушаешь гражданскую оборону и как будто твоя твоя душа твое сердце говорит его голосом голосом егора летова которому наверно всегда плохо наверно потому люди любят смотреть различные каналы на ю тубе например того же релаксона который постоянно жалуется на жизнь и все такое потому любят люди любят смотреть какие-то ужасные передачи типа там андрея малахова или нтв смотреть на какие-то ужасы у других людей и это как бы немного облегчает им жизнь немного говорит им что он под посмотри ни одному тебе так плохо еще и другим тоже не очень хорошо очень почитать эту книгу если не читали паула кэли вообще несмотря на может быть кто-то говорит что попсовый автор а почему попсовый потому что многим нравится и наплевать что попсовая что не попсовая на самом деле нужно читать то что нравится тебе нужно слушать что нравится тебе нужно делать что нравится тебе наплевать на все остальное пусть все его читают это посрать они может быть и не поймут оттуда и десятой части того что поймешь ты а может быть кто-то поймет еще больше и каждый выносит что-то свое и из даже из этого вот моего видоса ладно всем пока всего хорошего читайте очень хорошая книга очень искренне очень живая книга про то как здорово жить про то как здорово жить и вот будете читать попробуйте почувствовать почувствовать вот это вот каждое изменение в жизни вероники вот то уныние которое подтолкнуло ее чтобы покончить с собой тот шок когда она вдруг оказывается в живых она выжила и на и она понимаешь это чудо что она стала в живых и потом почувствовать эту боль и разочарование когда оказывается что вот она вот она начала жить заново вот он по-новому все она видит и ей снова умирать умирать теперь когда она уже этого не хочет когда она уже не собирается умирать попробуйте это почувствовать и попробуйте почувствовать вот этот Ее новую любовь к жизни И отсутствие мысли о смерти Когда она влюбляется Когда она сбегает Вот с этим человеком Из психбольницы Когда она видит этот маленький мир Когда цветут цветы Солнце встает Небо становится ясным Роса блестит на траве Свежий воздух Который пахнет дождем Всем пока Читайте хорошие книжки